Вектор развития задан. В этом году в республике должны увеличиться инвестиции в экономику, вырасти объемы строительства жилья. Продолжит совершенствоваться и образовательная инфраструктура. Михаил Игнатьев определил задачи на перспективу. Послание главы Чуваши уже размещено на официальном портале органов власти. И ознакомиться с текстом может каждый. О деталях программного документа в репортаже Дмитрия Ковалева. Работа над посланием главы региона продолжалась не один месяц. При подготовке текста учитывали и предложения жителей Чувашии. Программный документ «Стратегия развития на годы вперед». Республике необходим прорыв. Это Михаил Игнатьев отмечал не раз. Новую планку задали реальному сектору экономики. Так, перед правительством республики поставлена задача к 2020 году привлечь не менее 250 миллиардов рублей инвестиций. Ежегодно открывать как минимум 5 новых производств. Привлечь не менее 85 миллиардов рублей из внебюджетных источников на создание новых производств и модернизацию существующих. Благодаря реализации инвестиционных проектов во всех сферах экономики в республике за последние 3 года создано более 7 тысяч рабочих мест. Всего к 2020 году планируется создать около 11 тысяч рабочих мест. В инвестиционные проекты предприятия свои средства вложили больше 26 миллиардов. В этом году 70 было инвестиционных проектов. Это в рамках развития предприятия. И вклад республики, в том числе и федеральные деньги, и республиканские, свыше 2 миллиардов. Я думаю, эти деньги окупятся. Инвестиционные проекты должны отразиться и на росте заработной платы. По прогнозу, в 2020 году она достигнет порядка 32 тысяч рублей. Расчетный уровень заработной платы в 2025 году состоит более 45 тысяч рублей. К 2030 она должна увеличиться до 62 тысяч рублей. Глава региона обозначил приоритеты в секторе АПК. К 2024 году доля экспорта продукции должна вырасти в три раза. Еще одна задача – цифровизация агропрома. Начало положено. Ряд сельхозпредприятий республики сейчас даже поля обрабатывают при помощи спутниковых систем. В рамках национального проекта «Экология» в Чувашии продолжат рекультивацию свалок и строительство станций до перегрузки мусора. Главам муниципальных районов совместно с главами поселений, главам городских округов республики необходимо до конца текущего года создать площадки накопления ТКО во всех населенных пунктах, обсуждая эти вопросы только с местными жителями. Реализация приоритетных проектов потребует немалых ресурсов. Глава республики отметил, что доходы бюджета продолжают расти. Многомиллионные суммы поступают от аренды муниципального имущества и вовлечения в оборот земельных участков. Еще один важный момент – органы власти должны вести открытый и честный диалог с жителями. Одним из эффективных способов связи органов власти с людьми должны стать социальные сети. Казалось бы, что проще. Многие приложения сейчас позволяют даже с телефона выйти в прямой эфир, чтобы пообщаться с подписчиками и обсудить проблемы. Михаил Игнатьев поручил использовать такие мессенджеры для обратной связи. Глава республики уже подал пример. На его аккаунт в Инстаграме подписаны почти 12 тысяч человек. Обратиться к руководителю региона может каждый. В послании главы региона госсовету немало задач адресовано медикам. В ближайшие годы должна вырасти продолжительность жизни мужчин, которые чаще погибают от вредных привычек. В республике намерены стимулировать рождаемость. Так молодоженам будут выдавать специальный сертификат для бесплатного осмотра у специалистов перинатальных центров. На первый план выходит и развитие детской медицины. Мы имеем и собственные проекты и программы, в частности это школьное здравоохранение. Абсолютно безальтернативно сегодня мы пришли в школы и начали профилактическую работу по многим направлениям. Это и стоматология, и офтальмология. Пункты охраны зрения созданы сегодня в 28 школах. Образование станет более доступным, а еще и инновационным. В республике намерены создать специализированный центр поддержки одаренных ребят. В ближайшие годы будет реализована и масштабная программа строительства школ и детских садов. Сейчас мы получили больше всех в стране на ликвидацию очередности дошкольного образования до трех лет. Поэтому фактически миллиард 200 миллионов, это очень серьезная сумма. Сейчас у нас будет 17 детских садов построено в ближайшее время. Первые ряды на оглашении послания госсовету отвели активистам молодежных организаций и добровольцам. Михаил Игнатьев отметил, что поддержка инициатив волонтеров будет только усиливаться. Министерство образования взять, когда была поставлена задача, об увеличении молодежи. В принципе, для нашей общественной организации целевая аудитория, это и есть подрастающее поколение республики. Детского сада, где мы проводим занятия, школьные учреждения, вузах, в детских оздоровительных лагерях. В принципе, охват молодежи, что было поставлено главой, это, в принципе, хорошая задача для привлечения молодежи в патриотическое воспитание. Волонтеры передали эстафету работникам мельпомены. Год театра должен положить начало масштабному марафону. Лучшие спектакли обязательно должны посмотреть даже жители отдаленных сел. А к столетию республики в муниципалитетах возведут 25 современных домов культуры. Реализация поставленных задач должна начаться уже сейчас.